Ну, хорошо, друзья, мы продолжим. Начнем наше сегодняшнее занятие, но продолжим, на самом деле, предыдущее. То есть мы пока с Адей Гаоном и с его трактатом «Книга верования и мнений». В прошлый раз мы дочитали его предисловие, мы составили себе представление о том, каким образом он представляет себе познание, какие этапы познания. И, в общем, это достаточно понятные вещи, а именно чувственные данные. На основе этих чувственных данных и неких первооснов разума можно получить с его точки зрения так называемые необходимые суждения, то есть суждения, которые адекватно доказаны. И благодаря этим необходимым суждениям с точки зрения с Адей мы получаем что? Мы получаем не то чтобы знание, потому что знание, вообще-то говоря, мы получили уже в откровении. Мы получаем, скорее, уверенность. Вот это название «Книга верования и мнения», оно как раз в этом говорит. Мнение у меня может быть ложное или истинное. Истинное мнение, собственно говоря, для нас излагается в писании, в пророческой литературе и в традиции, как он подчеркивает, но это не снимает с нас обязанности убедиться в этих истинах. А эти истины, заметим, являются истинными не столько умозрительными, не столько теоретическими, сколько мы бы сказали сегодня этическими или религиозными. То есть это то, что Бог один, что он, в первую очередь, что он существует, что он один, что он справедлив, что есть награда, наказание и так далее. То есть все те положения, которые мы встречаем в рационалистической арабской теологии, Калам, а именно в его более раннем, так сказать, изводе этого Калама, именно в Мутазелитском Каламе. И все те позиции, которые в Мутазелитском Каламе присутствуют как основополагающие, их же, собственно говоря, и пытаются обосновать, доказать с помощью умозрения Саади. И в отличие от, например, Давуда Аль-Мукамеса, о котором мы тоже говорили, который тоже вроде бы был знаком с Каламом, не понаслышке учился, в том числе, может быть, и у христианских теологов и так далее, в отличие от него Саади пытается, помимо всего прочего, помимо вот тех умозрительных доказательств, которые он считает адекватными, он сопровождает свое изложение примерами из Писания. То есть он показывает, что Писание об этом тоже говорит, как он в предисловии, опять же, нам заметил, что он и вначале приведет эти данные, и в конце, после опровержения всех негодных мнений и доказательств годного мнения, он тоже приведет какие-то цитаты из книг Пророков или Писаний, которые подтверждают вот эти самые истины. Таков план этой книги, и в предисловии мы видели, какими путями Саади собирается идти вот к этим самым неопровержимым истинам, необходимым истинам, которые мы должны доказать. И мы с вами прочитаем сейчас не целиком, а некий кусочек из первой главы этого трактата в переводе Хавы Брахи Корзаковой. Этот перевод вышел в издательстве «Книжники» на русском языке, в смысле перевод на русский, и он вышел в издательстве «Книжники», так что эта книга довольно давно вот на русском существует. Напомню, что первая глава, ну, вы это видите сами, это о том, что все существующее сотворено. Я уже говорил об этом, скажу еще раз, что Саадия, собственно говоря, существование Бога доказывает, исходя из положения о креационизме. То есть если мир сотворен, то значит есть творец. Вот такая логика. И со временем мы увидим критику маймонида, такого рода попытки доказать существование Бога. Ясно, что такого рода доказательство является не вполне философски обоснованным, если под философией мы подразумеваем, так сказать, умозрение и постижение мира как такового, а не то, что исходит из каких-то определенных позиций уже существующих. То есть, но это мы вполне можем принять за теологическое доказательство, если под теологией понимать апологию религии. Я еще раз напомню тоже, что сам термин теология, он немножко скользкий. Теология или богословие на определенном этапе, мы под теологией, точнее, исследователи, которые занимаются историей мысли под теологией, на определенном этапе понимают апологию религии, и поэтому, например, отцы церкви являются теологами, вот Калам – это рационалистическая теология, Саадия тоже, идущий вслед за Каламом, тоже теолог. А на другом этапе, более позднем, этот термин используется некоторыми авторами, как аналог или синоним метафизики, то есть теология, изучение Бога. Если Бог – это метафизическая истина, то тогда получается, что богословие – это, или теология – это метафизика, и оказывается частью философии. То есть вот это использование, такое двойное использование этого термина, оно иногда путает, особенно когда речь идет о христианской теологии или философии, начиная с XIII, предположим, века.